На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! В Доме футбола состоялась жеребьевка плей-офф чемпионата Беларуси по футболу во второй лиге. В решающий раунд вышли 16 команд. В одной восьмой финала жребий свел двух представителей нашего региона Рогачевский Макс Лайн и Гомельский Бумпром. Первые поединки двухматчевых противостояний состоятся 2 и 3 октября, ответные 9 и 10 октября. Путевку в первую лигу получат 4 команды для повышения в классе. Достаточно выйти в полуфинал. Женская сборная Беларуси по гонболу начала в Минске подготовку к предстоящим матчам квалификации чемпионата Европы 2022 года. 6 октября белорусскому играть против команды Нидерландов, а 10-го против Немок. Обе игры пройдут на поле соперника. В списке приглашенных на учебно-тренировочный сбор 24 гонболистки, в том числе и игроки Гомеля. Это галкипер Юлия Кунцевич, левая крайняя Наталья Котина и разыгрывающая Татьяна Самсонова. Кристина Скрипак пропустит матчи сборной из-за травмы. В Минске состоялся республиканский турнир сильнейших по фехтованию. Участие приняли более 180 спортсменов со всей страны. И в соревнованиях по фехтованию на шпагах бронзовую награду завоевала гомельская пятиборка Ирина Просенцова. В Гомеле состязалась молодежь. Состоялось открытое первенство Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. У юношей в турнире раперистов победу одержал Семен Кириенко. На второй позиции Арсений Богданович. Замкнул тройку сильнейших Данила Клеменок. У девушек сильнейшей стала Олеся Тотикова. Далее в итоговом протоколе расположились Ульяна Курилина и Александра Домоцкая. В Гомеле проходит республиканский турнир по стрельбе из лука Кубок Федерации. За награды будут бороться сильнейшие спортсмены страны в трех возрастных группах – взрослые, юниоры и кадеты. Проходят соревнования на базе областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Завершится Кубок Федерации 2 октября. В Молодечне завершилось первенство страны по баскетболу среди юношей 2009-2010 годов рождения. Сборная Гомельской области под руководством Тимофея Веревкина и Романа Радьковского заняла по итогам пяти соревновательных дней второе место. Победу праздновала команда Минска, а бронзу досталась еще одной столичной дружине. В символической сборной турнира Владислав Сатыров из команды нашего региона. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.